всем привет я на работе начинаем рабочий день я надела свои новые магазины вы знаете после зимы всегда ноги такие нежные скажем так я у меня одни одна обувь не знаю как их назвать тапочки не тапочки в общем уже три года я вчера ходила и наняла пятку представляете я дева щас эти и прям именно там жмет но не жмет у меня там уже не мозоли он разудрано все ну чего ты хочешь и разбираю журналы я вчера журнальчик купила поставила тут у меня даже за декабрь есть представляете журналы я сейчас их положу туда как на витрину но я не открываю вот чтобы другие люди взяли и потом нужно тут поднести мне еще короче как субботу бежал отсюда бегом думаю во вторник все сделала полотенце там высохли уже в общем работу будем работать потихонечку помаленечку леска вместе с клиентами я уже дома пока у меня разогревается моя мои овощи рыбка уже изготовилась я вот купилась немного сегодня купила бананов фонарские предложением были два литра молока вот такие перчики светофор лук лук такой дорогой я почему-то думал что он чё там ну в меркадоне 60 копеек 70 копеек два килограмма стоит здесь же 2 20 представляете 2 19 килограмм стоит евро десять это фигеть как супер дорого но не было цены я поэтому не увидел и мясо вот такое свинину мы не очень едим поэтому почти всегда я беру соломеи это части где позвоночник вот там она всегда мягкая всегда вкусная и так как нам этого куска хватит я не знаю насколько надолго сколько полкило мы не особо едок и мясо поэтому как бы это знаете я мужу когда даю мясо практически все мясо идет для чарли я да я ем свои куски муж так съест немного в общем так все у меня там закипела разогрелась буду кушать а вот про чернику вам не сказала полкило 3.50 когда зимой стоит около 8 евро представляете какая дешевизна дешевле скоро будет черника чем лук офигели вообще вот так выглядит мой обед 3 минуты в мерковолновке и рыба готова и овощи всем приятного аппетита перечистила обувь эти вообще были после дон кактуса который помните мы отдыхать с девчонками ездили в этот как он называется компинг такие кроссовки были пипец вот я сейчас отчистила только сейчас руки дошла вот этим чищу фигней это мне продали вместе с белыми моими кроссовками от пумы которые вроде неплохо очищает хорошо в принципе даже я бы сказала потому что эти были вообще черные и когда увидела думаю блин пипец подкрался незаметно вот эти тоже видите кстати ими я натерла себе пятку вот желтый но им уже говорю три года три года плохая погода вторая машинка у меня уже стирается белые майки зимние которые я уже перестирываю в хлорке всегда чтобы на на лето спрятать и вот сейчас поеду пойду сушить машинку стиральную помыла кстати вы моете машинку стиральную или как вроде бы да мысль такая нафиг машинку стиральную мыть а я сегодня полезу по этим всяким ящичкам там столько накопилось если честно мне так противно стало ой блин я давай быстрее вычищать тоже с хлоркой потом селит банк у меня есть в общем всем подряд зубной щеткой вот у меня рабочая зубная щетка нам посуду надо помыть вот этой вот почистила везде подлезла надо новые фильтры покупать в общем фильтром тоже пипец пришел они такие дорогие фильтры ну да ладно в общем что-то меня сегодня поперла на это погода хорошая когда погода хорошая не жарко и не холодно хочется дела делать у вас тоже так мне вот зимой даже не охота никуда не выходить ничего ну просто хочется под пледиком посидеть и чай попить кстати чайник воды не пиво мне муж выпил попал кофе чайник новый покупатель не открывается два раз вот такие вот у нас планы сейчас в общем пойдем что гулять не знаю может быть на пляж поедем или еще куда в общем посмотрим так вот сидела сидела вся уделалась смотреть вся уделалась зато кроссовки чистые а это стирку пойдет машинка то у меня теперь чистая мы как всегда в своем парке гулять вышли сегодня оказывается праздник ну как радоница мне сестра сегодня после того как но вот буквально полчаса назад после того как я всего наделалась она меня шлет ну с поздравлением да а я знаете я как бы человек живущий по законам и законы библейские там церковные и всякие государственные постараюсь соблюдать ну так спокойнее жить мне так кажется по крайней мере не нарушая твоя совесть чиста да и мне сразу думаю блин что такое радоница вдруг это большой праздник а я тут меня как это говорю черти раскрутили и работать и все ну как работать стирать машинку мы там сидела до могла бы завтра поделать но вот сегодня быстрее полезла в google читать что это за праздник такой и с чем его едят ну короче выяснила что это как бы по церковным меркам это обычный день церковный просто люди что в первую неделю после пасхи а ну не оказывается я знала что нельзя ходить на кладбище нельзя ничего делать и вот вторник радоница после пасхи через неделю девятый день вроде бы как надо идти на кладбище и поминать родительский день скажем так и надо поминать всех усопших да вот но тем не менее можно и работать и убираться и все дела в общем отпустила как говорится от души вот но также надо в церковь ходить вот и ну такие дела короче закона не нарушила закон я не нарушила смотрите как красиво просто действительно когда не нарушаешь никакие законы и жизнь спокойнее становится тем более я брать вообще не умею у меня сразу все на морде лица написано я начинаю краснеть потеть заикаться все вместе по мне сразу выяснить что ты врешь а еще знаете ложь она всегда потом проявляется когда рано или поздно всегда тебя как бы уличат во лжи а мне так стыдно было бы но бывали конечно ситуации когда я не то что врала приукрашала скажем так да и когда тебя разоблачают в этом то пипец как стыдно по крайней мере мне и не знаешь куда себя деть поэтому я предпочитаю жить спокойно и не врать насчет сплетен конечно сплетничаем от этого уже блин никуда не денешься между собой начинаешь тоже я не знаю мне кажется каждый человек рожден для того чтобы разговаривать о других не знаю в плохом ну ну вы знаете как в том смысле что я например никогда не пойду с незнакомым человеком обсуждать ну как с незнакомым я познакомилась с кем-нибудь да и в этот же день начнут и выясняется что у нас какой-нибудь знакомые общий да я никогда не начну обсирать нашего общего знакомого там или что-то и говорит плохо обо ним о нем в общем так я не люблю я могу там поговорить с подружкой тому а это такая такая-то все мы делаем мне кажется как говорится не нет людей без грехов но как говорится не надо перебарщивать и иметь планку смотрите ветерок в общем вот так и так жизнь будет спокойнее правда тут вот скоро красота будет там вот уже сделали да чарли тяплин пойдем время 7 представляете мы где-то месяц полтора-два назад гулять выходили в 2 ой в 2 в 5 а сейчас в 7 на 2 часа перенесли что тут навалено а это этих чуроса здесь называется чурос плавать на них кстати мне вот такая штука наша нужно надо китайский сходить купить я там один лайфхаку лайфхаку в интернете или где или в инстаграме уже не помню где увидела швабры на них вешать у меня все швабры все вот эти метелки лежат в углу и знаете потом чтобы взять неудобно если я вспомню конечно с головой своей дырявой что надо ее купить китайский заехать и классно получилось бы увидела вспомнила а так нет я вот например сегодня ездила купить себе вот этот вот кофейный напиток у меня нечем завтракать и что вы думаете я без него приехала хотя я сделала список но я его не внесла в список я когда домой уже приехал чем я буду завтра закрыть о кстати знаете чем я буду завтракать я сейчас приду и кашу сварю пшенную какая молодец обожаю каши точно точно не забудьте бы то я могу вот так и проводим вечер до с игрушкой своей любимой полетел 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 видите как он ее живая еще живая еще игрушка кстати напишите в комментариях как вам мои голубые глаза голубые я же сегодня голубой тушью накрасилась и подводкой подводка мне не понравилась херня какая-то на постном масле ну не знаю но не размазала за целый день смотрите ну какая то она что ли жидковатая не знаю а тушь классная кстати хорошо так красит прям вообще прям с первого раза такие пышные ресницы но они у меня пышными никогда меня ресницы знаете как у азиатов допустим вот я смотрела у них вот такие прямые вот так вот короткие еще даже чуть ли не вниз смотрят вот и у меня также а мне еще вот в это на этом глазу мне вообще в детстве очень часто были как они назывались чири что ли чири чири и в общем я страдал очень в детстве от этого и поэтому меня вот на этом глазе вообще ресницы вот так растут один туда другой туда и приходится тушью так вот выпрямлять в общем не ахти но от этой туши прям пышные такие нормально хорошо понравилось поставила себе кашку варить пока вспомнила о ней на завтрак у меня будет завтра каша пшенная вот на молоке я не не люблю водяные каши конечно не полезные ля-ля-ля тополя ну блин они в меня не лезут как хоть они 150 раз полезные но я не люблю на каши на воде не знаю хотя у меня бабушка знаете как варила пшенную кашу с картошкой на воде вот этот кстати на пшенную кашу варила и с тыквой и с картошкой с чем только нет но с тыковой на молоке это был как десерт а вот картошкой на воде да кстати хорошая идея вкусно было вкус детства и вкус у меня столько вкусов детства что блин можно обожраться а я кстати съела немного сейчас овощей вот которые я варила я их могу есть целыми днями такие вкусные так хорошо ну мне нравится очень вот и все и у меня сейчас идет по телеку последний герой я сейчас буду смотреть его среди целый вечер там в общем разделяется программы в 10 начнется муж как всегда на футболе но футбол сегодня какой-то там полуфинал играет барселона он бы за барселону страдает но я одна буду с чарли наслаждаться последним героем но принципе мы и так смотрим всегда я его тоже подсадила на всяких последних героев большой брат нет я смотрю иногда в телефон залазью и смотрю иногда если есть что-то интересное то в кино какой-нибудь включаем в основном такая фигню смотрим а еще меня сегодня комары все пожирали представляете уже комары надо завтра или послезавтра купить уже вот это вот электрическую у меня есть всякая фигня ну это рекамбио заменить в общем иначе комаров вот уже знаете сколько у нас очень много комаров не знаю кого то может быть и нет но я что в той квартире жила было много комаров что в этой квартире есть комары а еще у меня обалденный вид с балкона смотрите мои цветы видите как красиво красиво ты ушла из как там красиво ты ушла из нее не помню песню так вот по два слова знаю ладно будем с вами завтра же среда да буду прощаться с вами до завтра блин уже среда подошла неделя прошла хорошо иметь в понедельник выходной неделя быстрее проходит у нас на выходные кое-что намечается так что подписывайтесь и чтобы не пропустить что же у нас там такое будет вот спасибо вам за ваши комментарии за лайки за дизлайки за все на свете всего вам самого хорошего всем пока пока до завтра